Яблочный фреш Сегодня мы проведем сравнительное приготовление яблочного морковного фреша на абсолютно разных соковыжималках. В ходе нашего эксперимента мы постараемся подтвердить или опровергнуть распространенный миф о том, что в сезон гораздо выгоднее приобрести и использовать несколько бытовых соковыжималок, чем приобрести себе на долгое время одну профессиональную. Первым приготовим яблочный фреш. Для чистоты эксперимента отвесим для каждой машины по 1,5 кг. Отлично! Для нашего эксперимента мы взяли совершенно разные соковыжималки. Вариант номер 1. Соковыжималка фирмы Борг. Предоставленная одним из руководителей компании. И он их, кстати, очень доволен. Вариант номер 2. Бытовая соковыжималка, купленная в ближайшем магазине фирмы Примонт. Вариант номер 3. Профессиональная соковыжималка компании Робот Коп. И ее старший брат для больших объемов. Приступим к приготовлению сока. Запускаем вторую. Запускаем третий вариант. Робот Коп. Обратите внимание, конструкция крана позволяет сжать фреш, не распрыскивая его. Подведем итоги. Вначале поговорим о уровне шума. Самый громкий оказался Промонт. На втором месте Борг. Самой тихой машиной оказался профессиональный Робот Коп. Наши результаты готовы. Так, посмотрим. Меньше всего сока. 550 мл. получили на машине Борг. Второй результат чуть лучше, так как машина новая, ножи очень острые, поэтому наш результат 580 мл. Чуть лучше, чем уборка. Самый лучший результат у машины Робот Коп под номером 3. 680 мл. Ну что ж, результаты говорят сами за себя. Теперь обратим внимание на уровень пены. В первом варианте самая большая, вторая чуть меньше. И самый лучший результат мы получили опять на профессиональной машине. Компания Робот Коп. Судя по нашим результатам, количество сока с профессиональной машины будет больше. Также стоит отметить, что количество и качество сока на бытовых машинах изменяется в зависимости от срока использования этой машины. А теперь перейдем к приготовлению морковного фреша. Но перед этим поменяем нож в машине Борг. Так как в первом этапе она показала наименьший результат, мы посчитали, что проблема в старом ноже. Так, снимаем голову. Достаем нож. Это у нас старый. И вот нам привезли новый. Поставим его и будем готовить уже с ним. Возможно, будет другой результат. Так, машинка готова к работе. Это будет честный тест. Для чистоты эксперимента мы взвесим по одному килограмму моркови. Отлично. Все готово. Можно приступать. И перед тем, как приготовить морковный фреш, обратим внимание, из чего же сделаны наши соковыжималки и есть ли у них разница. Итак, Борг у нас сделал металл плюс пластик. Пластик довольно тонкий, но тем не менее конструкция чувствуется надежная. Второй вариант. Это у нас машинка купленная в ближайшем магазине. Недорогая. Она практически целиком состоит из пластика и чувствуется, что нам долго ее не хватит. Третий вариант. Это профессиональная машина. Робот-коп. И здесь мы сразу видим надежную металлическую станину, очень плотные надежные крепления, мягкий гибкий пластик, который явно прослужит очень долгое время. Приступим к приготовлению фреша. Хочу обратить ваше внимание еще на одну немаловажную вещь. Это бункер для сбора жмыха. После того, как мы отжали всего лишь один килограмм моркови в бытовых соковыжималках, бункер заполнен уже наполовину. Говоря о профессиональной соковыжималке, мы сразу видим огромный бункер для сбора жмыха. Это очень удобно. Но в сегодняшнем тесте я покажу вам замечательную опцию. Это хобот. Он одевается на корпус машины и позволяет работать, не меняя корзины для жмыха. Для этого разворачиваем машину и устанавливаем ее таким образом, чтобы сброс производился в урну. Теперь присоединяем холод. Машина готова к работе. Приступаем. Все готово. Настало время строить результаты. Первый сок соковыжималки Borg показал ожидать 380 мл. Замена ножей не спасла. Второй вариант у нас с машинки Redmond. Опять средний результат. Это 480 мл. В фаворитах у нас опять третий вариант, робот-коп. Его результат ровно 500 мл. Мы видим, что в каждом стакане примерно одинаковое количество пены. Кстати говоря, в комплекте к соковыжималке идет специальный стакан для отсечения этой пены. А теперь об экономике. Напомним результат тест-кука по приготовлению яблочного фреша. Результат профессиональной соковыжималки мы выберем в сравнении с результатом машины Borg. Несмотря на относительно высокую производительность машины Redmond, она откровенно бытовая. А значит, не сможет переработать в условиях профессиональной кухни хотя бы некоторое значительное время. Машины Borg без сомнения надежнее. По результатам опроса нескольких знакомых рестораторов их хватает примерно на год интенсивного использования. Лучший результат показала соковыжималка Robot Coop. Из 1500 г яблок мы получили 680 мл. сока. При помощи элементарной пропорции высчитываем, что для получения 1 литра сока нам понадобится 2200 г яблок. Экономия по сравнению с результатом Borg составила 130 мл. сока или 286 г яблок. Если учесть, что среднее заведение продает денег 10 литров сока в 367 году, то получится, что Robot Coop экономит нам 1043 кг яблок. Чтобы получить эту цифру, мы умножили 286 г на 10 литров в день, а затем на 365 дней. Итого, экономия за год составила около 104 390 рублей. Первоначально задачей тест-кука было подтверждение или опровержение мифа о том, что выгоднее купить и использовать питовую соковыжималку, чем профессиональную. Экономия более 100 000 рублей в год в среднем позволит не только оправдать разницу в стоимости, но и получить прибыль. В заключении отметим, что размер экономии зависит от множества факторов, которые следует учитывать в каждом конкретном случае самостоятельно. Мы же отличаем только за корректность проведения результатов теста по производительности соковыжималок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...